Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, поле, каждый колосок. Он прямым текстом призывает покончить с Украиной и всеми украинцами. Либо мы, либо они. Мы сегодня схватились в этой такой смертельной схватке. Как и вся российская верхушка, геноцид в Украине он оправдывает борьбой с вымышленным нацизмом. Речка, небо голубое, это все мое, родное, это родина моя. Всех люблю на свете я. После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля Дмитрий Рогозин был одним из первых российских чиновников, которые стали активно комментировать войну. Сегодня идет война за освобождение не только Украины от нацизма. Сегодня идет война за освобождение России от той гнили, которая сейчас проявила себя предательским образом. В его королевстве кривых зеркал в том, что касается добра и зла, все понятно. Страны Запада – агрессоры, Россия – защитница угнетенных народов Юго-Востока Украины. А что в чужой стране делает армия оккупантов вместо миротворцев ООН, народу на захваченных землях и в России знать не положено. Надо просто это понимать. Понимать, что легкой прогулки здесь не будет. Но она того стоит. Практически сразу после российского вторжения Рогозин заменил букву «З» на латинскую в названии своего телеграм-канала. В соцсетях неоднократно угрожал Западу ядерным оружием, в частности ракетой «Сармат», публикуя видео такого содержания. Это Камчатский край, полигон Кура. Место, куда попал – один из боевых блоков. Вот эта воронка от падения учебно-боевого блока ракеты «Сармат» просто поражает воображение. Без боевого заряда глубина 8 метров, диаметр 20. Украина, как считает Рогозин, якобы представляет собой угрозу всему русскому, поэтому ее нужно уничтожить. После этих утверждений его заблокировал Твиттер. Вообще, то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще больше ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим, раз и навсегда, ради наших внуков. После отстранения от своей главной кормушки Роскосмоса 15 июля прошлого года, на какое-то время Рогозин выпал из информационного поля и вновь всплыл перед аннексией украинских областей. Российские СМИ писали, что будет создан Крымский федеральный округ, куда войдут все захваченные территории Украины. И его может возглавить Рогозин. Тот подтверждал, что к этому готов. Когда Крым стал российским, то потребовались решительные и очень быстрые меры с тем, чтобы запустить заводы. Наверное, в России не существует более нелепого персонажа среди высших чиновников, чем Дмитрий Рогозин. Противник очень мотивирует. Давайте говорить откровенно. И высочайшая мотивация у наших бойцов, которые освобождают свою землю, и у тех бойцов тоже. Он собрался создать аналог Старлинк в России, сочинял третисортный рэп про Украину, в должности вице-премьера обещал прилететь в Румынию на борту стратегического бомбардировщика Ту-160, называл Венеру русской планетой, предлагал перекрасить российские ракеты под Хохлому и Гжель. Я хочу создать некую тоже рекламу, продвижение для каких-то уникальных вещей, которые у нас происходят в стране. Например, народные промыслы, то же самое Гжель, Хохломатом и так далее, Фидоскина. Почему, например, не делать, не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя Роскосмос, а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции. Чему он не прикоснется, все идет не так. Он топил таксу, он застревал в танке, он случайно, чтобы повыпендриваться, опубликовал у себя в Фейсбуке полный состав сверхсекретного отряда СВР, командированного в Сирию. Этот великий координатор черной дыры в российском бюджете, который напрочь не разбирается в космонавтике, в 2018 году стал первым лицом космической отрасли России. В СССР со времен Сергея Королева существовало негласное правило. Должен руководить генеральный конструктор с техническим образованием. Однако в клептократической путинской России все перевернуто с ног на голову. Годы проходили, Рогозин занимался чем? Что начислял и начислял себе огромную зарплату. Видели наш расследователь, человек получает фантастические деньги. В несколько раз больше, чем директор НАСА. Получает наш Дмитрий Рогозин, окончивший журфак. А инженеры не получают ни черта. Если с космосом не морочиться, Трудно избежать стихотворчества, Чтобы мощью свежего опуса Раскрутить страничку Роскосмоса. Одним из главных достижений российской космонавтики Путинской эпохи должно было стать строительство Космодрома Восточный в Амурской области Под руководством Рогозина. Однако из-за коррупции невероятных масштабов В российской оборонной отрасли С метастроительство стало взмывать ввысь Стремительнее всех самых передовых Космических кораблей мира вместе взятых. К сожалению, несмотря на то, что этот проект Находится в поле нашего особого внимания, Проблем там очень много. И мне придется некоторые вопросы Для окончательного их разъяснения Передать в правоохранительные органы. Строили мы дни и ночи Космодром с площадками Но со взлетами не очень Веселей с посадками Через Виркульский с народом Утекает весь бюджет Потому с таким подходом Деньги есть, а пусков нет Но воруют по оборонам Безопасности страны Дмитрий Рогозин Предложил расстреливать тех, Кто ворует на оборонке Фактически это Потворство агрессору Это потворство Тому, чтобы страна стала слабее Физически И смогла защищать своих граждан Болезнь прогрессировала долго И мы должны Должны были заметить Тревожные знаки Красные флажки Которые указывали нам Человеку тяжело Человеку нужна помощь Коррупционер галактических Масштабов Рогозин Публично проспорил Собственный зуб Сорвав все сроки Сдачи космодрома Восточный Виновные в российских бедах Как всегда нашлись за океаном Рогозин назвал компанию Илона Маска Который начал пересаживать Всех людей на электромобили И вытеснил Россию На задворке в освоении космоса Пирамидой Она переоценена Более чем в сто раз Это пирамида все равно Иногда казалось Что смысл самодеятельности Рогозина на посту Главы Роскосмоса Сводился к тому Чтобы задеть за живое Сотрудников НАСА И Илона Маска Нередко он попросту Оскорблял бизнесмена Который задался целью Изменить мир Его комментарии И мемы в соцсетях Чуть ли не ежедневно Устанавливали новые рекорды В пробивании дна Илон слезая с унитаза Тогда и поговорим Судя по аватарке Ты педик Писал Рогозин Маску Рассказы про колонизацию Марса Это для Малограмотных И не важно Если ответ Маску Был белым шумом Без всякого смысла Вызывающим недоумение На западе Главное Пустить пыль в глаза Ведь весь этот цирк Рогозина С россказнями Про великую космическую Державу Россию Был рассчитан Исключительно На внутреннюю аудиторию Космонавтика в России Всегда была Гордостью страны У нас вся страна Живет космосом Все удачи и неудачи Очень живо Обсуждаются Всем обществом Однако главная Сфера интереса Рогозина Война в Украине Он всегда активно Поддерживал российскую агрессию За что сразу После аннексии Крыма Стал фигурантом Американских и европейских санкций В 2014 Писал Что променял бы Все свои должности На счастье Оказаться В одном окопе С так называемыми Защитниками Славянска Затем удалил этот твит А в окопах Его так никто и не заметил Он приехал на Донбасс Только в конце 2022 Как глава Так называемой Инспекторской группы Царские волки Сфотографировался Как воюет против НАТО В НАТОвской экипировке За миллион рублей Когда разгрелся скандал Заявил, что у него Трофейные украинские наплечники А в целом он пользуется Российским шлемом Акустическими наушниками И бронежилетом А также носит Приднестровскую форму Которая, по словам Рогозина Поставляется в многие Европейские страны В частности в Австрию Противник, с которым Сегодня столкнулось И Донецко-Луганское ополчение И добровольческие отряды И конечно армия России Это высокотехнологичный противник Который готовился К конфликту с Россией Несколько лет Накачивая мышцы Вооруженных сил Украины И национальных батальонов То есть они оснащены По первому слову 21 декабря 2022 В Донецке Рогозин Получил осколочное ранение В пятую точку и спину Во время празднования Своего 59-летия Его увезли обратно В Россию на операцию Извлеченный осколок Он распорядился Отослать президенту Франции Эммануэлю Макрону Заявив, что был ранен Из французской гаубицы Сезар В оккупированном Донецке И что Франция за это ответит Недавно в результате Подлого террористического акта В Донецке Я получил тяжелое ранение Лишь только благодаря Великому мастерству И терпению российских военных И гражданских врачей Я снова жив И почти здоров В российском истеблишменте Поговаривают, что Местонахождение Рогозина В Донецком ресторане Где он попал под обстрел ВСУ Мог слить его давний Политический конкурент Рамзан Кадыров Я не хочу жить на улице Кадырова А вы хотите жить на улице Кадырова? Нет! Так кто же такой Дмитрий Рогозин И что он не поделился Своим вроде как единомышленником На фронте Кадыровым? Будущий глава Роскосмоса Родился в семье Олега Константиновича Рогозина Генерал-лейтенанта Профессора и доктора Технических наук Дмитрий окончил Международное отделение Факультета журналистики МГУ Мечтал работать в КГБ После распада Советского Союза Рогозин не отличался Последовательностью в убеждениях Одновременно был Великороссийским шовинистом Неонацистом Антикоммунистом И большим поклонником Деятельности Сталина Вице-премьер России Дмитрий Рогозин Сегодня поддержал идею Устанавливать разрушенный фундамент Русского мира Поехал воевать добровольцем В Приднестровье Позднее стал депутатом Госдумы Выступал за введение Уголовной ответственности Против тех, кто ставил под сомнение Целесообразность войны в Чечне Снимал пропагандистские Ксенофобские ролики для выборов Понаехали тут Подними И убери за собой Ты русский язык Понимаешь? Очистим наш город В 2007-м Одновременно с оппозиционным маршем Несогласных Рогозин вывел своих людей На болотную площадь Москвы Но в отличие от тех Кто требовал смены власти в России Скандирующих фашистские лозунги Неонацистов Рогозина Милиция не трогала Прошу поднять руку Всех тех, кто считает себя русскими Здравствуйте, русские люди Удостоверившись в главном Что тут есть русские Депутат Рогозин призвал Разбомбить Эстонию Благодарная публика На ходу развивая тему Откликнулась предложением Бить чурок и жидов В начале 2000-х Русские марши Ультраправые митинги Были любимой средой Обитания Рогозина Он регулярно выступал Перед зигующими Неонацистами Это наш город Москва Русский город И мы должны каждый раз Каждый день Каждую секунду Думать об этом Если мы не будем себя уважать То почему другие Дожди нас уважать Слава России Слава России Вскоре лидер партии Родина Которая сейчас руководит Одиозный депутат Алексей Журавлев Призывавший убить 2 миллиона украинцев И вовсе перешел В единую Россию До 2006 года Дмитрий Рогозин Возглавлял партию Родина Который отметил С националистическим роликом Очистим Москву от мусора Перед последними выборами В Мосгордуму После ухода Рогозина Родина вошла в состав Справедливой России Ненависть Рогозина К Западу И Североатлантическому альянсу Не помешала ему Стать постоянным представителем России при НАТО В Брюсселе Страны Совета России И НАТО Будут стремиться К созданию Настоящего Стратегического сотрудничества На этих кадрах Чрезвычайный полномочный посол России При НАТО Рогозин В одной из стран Североатлантического альянса Латвии Налаживает контакты С пророссийскими силами Традиционными Ура-патриотическими методами Ветераны Которые пришли на встречу С российским политиком Отметили острословие Дмитрия Рогозина По-своему Они сравнили Его политическую деятельность Как представителя России при НАТО С борьбой на фронте И вручили награду Чем так НАТО Насолило ветеранам войны И почему это главный враг Современной России Зрителям пророссийских телеканалов Никто не объяснил Вы там находитесь Как на передовой линии Как фронтовик Достаточно вспомнить Ну то, что вы нам рассказали Достаточно вспомнить вашу фразу Тот, кто не отмечает 9 мая Тот дни Мы там И решили Что вы заслуживаете Значок фронтовика И мы вам вручаем От нашего имени В 2011 году Путин в то время Премьер-министр России Делает Рогозина Своим заместителем Дмитрий Олегович Курировал вопросы Военно-промышленного комплекса Отвечал за оборонзаказ Атомную судостроительную Авиационную промышленности И космическую отрасль То есть так или иначе Был связан с подготовкой Всей той военной техники Которая в конце февраля 2022 Вторглась в Украину Поэтому сегодня Российские вооруженные силы И российские оборонно-промышленные И можно даже так сказать Военно-промышленные комплексы Сделают все неподимое Понимая То непростое время В котором мы живем Чтобы вновь отстоять Мир Забото нашей земли А 9 мая Показать И друзья И супостату Что в случае чего Мы этому супостату Двинем в морду Дадим в зубле Современным оружием Русским оружием Последнее известное Официальное место работы Рогозина Корпорация Роскосмос На этой должности Он продолжил Осваивать безумные Денежные потоки У российской космонавтики Новый глава Дмитрий Рогозин Назначен генеральным директором Госкорпорации Роскосмос При том, что Рогозин Не был замечен в участии В крупных бизнес-проектах Которые могли бы принести ему Существенный доход Его имущество Суммарно оценивают Минимум в миллиард рублей В 2016-м Международная организация По борьбе с коррупцией Transparency International Провела расследование Посвященное жилью Тогдашнего вице-премьера У него обнаружилась Аж 10-комнатная квартира На трех этажах За полмиллиарда рублей В элитном жилом квартале Ближняя дача Площадью 346 квадратных метров Согласно данным Росреестра Таких квартир в Москве Оказалось всего три Здесь не только речь идет О преступлении Связанном с хищением Государственных средств Но воруют Оборону и безопасность страны Доходы Рогозина Все еще доподлинно известны Когда он возглавил Роскосмос Его аппетиты существенно выросли В 2018-м он задекларировал Годовой доход 29 миллионов рублей В 2019-м 44 миллиона рублей В 2020-м 83 В пять раз больше Чем у директора НАСА Рогозин купил еще одну квартиру Сыну за 180 миллионов рублей И сразу две дачи Себе и тестью Экс-ХГБшнику в Подмосковье Общей стоимостью Около 350 миллионов рублей Только на дачу Он потратил в три раза больше Чем мог заработать Будучи чиновником за всю свою жизнь С учетом сверхдохода в Роскосмосе Тем не менее у Рогозина Еще остались деньги на Мерседес С-класса И рейндж-ровер Для себя и жены Сто раз сказано было Прозрачно Работаете прозрачно Деньги большие выделяются Проект практически тоже Носит общенациональный характер Нет Воруют сотнями миллионов Сотнями миллионов Уже Несколько десятков уголовных дел Выбуждено Состоялись Уже решения судов В тюрьме люди сидят Нет Порядка так там до сих пор Не удалось навести как следует Только по официальным данным Во время строительства Космодрома Восточный В 2019 году Было украдено 11 миллиардов рублей При этом Рогозин Делал вид Что не причастен Ко всему этому Коррупция в оборонно-промышленном Кописе Должна караться Расстрелом А не посадками И в то время Когда Рогозин Воровал все Что плохо лежит Американцы искали пути Как сэкономить На полетах в космос С 2011 Когда в США Из-за дороговизны Решили свернуть Программу космических Челноков Шаттл Их астронавты Чтобы добраться До международной Космической станции Были вынуждены Пользоваться союзами За свои услуги Россия Как монополист В пилотируемой космонавтике Запросила Астрономические суммы Которые позволяли Оставаться на плаву Целой отрасли Приходящей в упадок Ракета-носитель Союз Модификация ракеты Р-7 Когда-то это была Боевая баллистическая ракета Охранявшая безопасность Нашей Родины Несмотря на то Что союзы Создавались на базе Ракеты-носителя Восход На которой в космос Полетел Юрий Гагарин Пропаганда Преподносила это Как лидерство Российской космонавтики В мире Давайте будем честными Почему союзы Все еще летают Королев скорее всего Сейчас в гробу Переворачивается Хороший вопрос Ее же разработали В 50-х Да, да Если бы Королеву И остальным Сказали что Союзы все еще Запускают в 2020 Году Они бы посчитали Это безумием Но союзы летают Когда грянул 2014 год И сотрудничество С агрессором Стало дурным тоном Рогозин посоветовал США на фоне Вводимых против России Санкций Доставлять американских Астронавтов на МКС С помощью батута Окей Ну тогда давайте Так мы сделаем Если они Хотят нанести удар По экономическому потенциалу Российского ракетостроения То пусть тогда Батутом Доставляют своих Астронавтов На международный Космический устав Россия по-прежнему Обеспечивает доставку Американских астронавтов И других Астронавтов До МКС Нашими средствами Выведения Хотя были Разговоры о том Чтобы предложить им Использовать батут Однако после Девятилетнего перерыва США вернулись В пилотируемую космонавтику Удешевить полеты Удалось благодаря Инновационным Космическим кораблям Илона Маска Способным Будто в фантастических Фильмах Возвращаться на землю Батут работает Это наша внутренняя шутка Теперь единственная отрасль В которой сотрудничество Вашингтона и Москвы Не было прекращено Оказалось на пороге перемен А россияне остались Без американских денег Станет нечего Уже Пилить Станет не в чем Дырки там Сверлить Таксу Незачем Тебе Топить И квартиру Стопом на дне Купить Стало грузно В кашельке У нас Мы Глядим Вышину Там Где Звездной Дари Пролетают Деньги Когда у нас сегодня говорят о том, что Роскосмос вывел космических аппаратов меньше, чем Америка Отвечаю на вопрос У нас ракет более чем достаточно Выводить нечего Потому что стоят Космические аппараты Практически собранные Но в одном, другом, третьем Просто не хватает одной конкретной микросхемы Которая Через санкции Не дается нам Никаким образом К закупке Несмотря на неудачи Рогозина в космонавтике Блистательно сложилась карьера у его сына Алексея Рогозин старший таскает его за собой И назначает руководителем в подконтрольное ему ведомство То в Роскосмосе найдет теплое местечко, то в оборонке Несмотря на то, что Алексей изучал экономику И международное отношение в МГИМО В 33 года его ни с того ни с сего назначили директором Легендарного авиазавода Илюшин И вице-президентом объединенной авиастроительной корпорации Которая объединяет все крупные авиапредприятия России Сегодня я Нахожусь в авиационной отрасли Считаю, что это Та судьба, которая изначально мне Наверное, была в каком-то смысле даже предрешена Видимо, поэтому пентхаус он себе выбрал В парке авиаторов на последнем этаже В одной из самых престижных высоток Москвы Мне кажется, что люди, которые связаны с авиацией Всегда так или иначе романтики Летать очень люблю небо Очень люблю оказываться там, среди облаков Не менее романтичен и Рогозин-старший В свободное от распила военно-космического бюджета время Он занимался творчеством Вот пример одной из его песен Называется «Русские» В его бытность главы Роскосмоса На сайте организации даже открыли раздел С песнями Рогозина Владимир Владимирович, я тут набросал Зацените А на Восточном А на Восточном Рвем деньги в клочья Рвем деньги в клочья Круто Безусловно, великороссийский Шеведнистр Гозин Является военным преступником Который, как и многие в Кремле Готовил Россию к войне с Украиной Задолго до ее начала Ему удалось выйти сухим из воды За разворовывание оборонной и космической промышленности России Однако ему вместе с ближайшими подельниками Путина Не удастся избежать международного трибунала в Гааге За развязанный геноцид в Украине